СНАЙПЕРСКАЯ ТОЧНОСТЬ Военнослужащие ЦВО провели масштабные учения. Главнее всего – погода в области. На заседании Госсовета обсудили улучшение делового климата в регионах. Туда не зарастет народная тропа. У знаменитого Самарского дна появится архитектурная композиция. Новоселье под Новый год. Детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир. Как здорово, что все они сегодня собрались. В Самаре почтили память Артура Щербака, стоявшего у истоков Грушинского фестиваля. Масштабные учения снайперов ЦВО прошли в регионах Урала, по Волжье и Сибири. В них были задействованы более 500 военнослужащих. По замыслу маневров, снайперским группам нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, провести разведку местности, маскировку своих позиций, занять выгодные позиции в многоэтажных домах, создать ложные укрытия снайперов, а также уничтожить противника на расстоянии до 900 метров. Силами до 50 человек, группировки ИГИЛ, усиленными самодельными огневыми средствами и установками ПТУ, ведут наступления в юго-восточном направлении. Приказываю снайперским парам выдвинуться к разрушенному зданию и занять огневые позиции. Операция снайперов проходила и днем, и ночью. Военнослужащие учились проводить длительные засады, а также заблаговременно создать пути отхода. Налоговая и политическая стабильность плюс сокращение теневой доли в экономике. Владимир Путин обозначил стратегические меры для развития инвестиционной привлекательности регионов страны. На заседании Госсовета поставлена задача в каждом регионе должны быть созданы условия для развития бизнеса. От этого в итоге будет зависеть оценка качества работы управленческой команды. Деловой климат как одна из основ благополучия страны. Вся система государственного управления должна работать на повышение инвестиционной привлекательности регионов. Этому вопросу было посвящено заседание Госсовета, которое в Москве провел президент России Владимир Путин. Самарскую область представлял Дмитрий Азаров. В январе этого года на основе лучшего регионального опыта были утверждены целевые модели, которые должны упростить ведение бизнеса в регионах. Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепление доходной налоговой базы региона. Но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов. В числе приоритетных задач – модернизация образования, уменьшение административного и контрольно-надзорного давления на бизнес. Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость избавиться от серой зоны в экономике, однако не репрессивными мерами, а созданием условий. Самарская область всегда отличалась высоким уровнем развития экономики, традициями и инновациями в системе образования, выгодным транспортным положением, природными ресурсами. Нужен системный подход, чтобы все это работало на пользу регионной страны. Создание инвестиционных условий ведения бизнеса, благоприятного ведения бизнеса в Самарской области – для нас крайне важная задача. К сожалению, по тем данным, которые были представлены на госсовете, мы не находимся в группе лидеров, по некоторым показателям мы достаточно серьезно отстаем. Конечно, нам эту ситуацию нужно исправлять. И те предложения, которые звучали в том числе на госсовете, те поручения, которые дал президент страны Владимир Владимирович Путин, будут способствовать тому, чтобы регион опережающими темпами внедрял самые современные модели управления, развития благоприятных условий для инвестиций. По словам Дмитрия Азарова, сегодня необходимо создавать условия для опережающего развития. В регионе проведена ревизия ранее принятых решений. И сегодня есть планы и понимание того, какие меры необходимы для поддержки цивилизованного честного бизнеса. Олег Зверев, События. Работать по 16 часов и больше ходить пешком по улицам, посоветовал глава региона Дмитрий Азаров городским чиновникам. Он потребовал еще больше ответственности от городской администрации. Сегодня там прошло первое совещание с участием недавно назначенной главы Самары Елены Лапушкиной и руководителей всех городских департаментов и районов. Одна из главных задач на будущий год – привести Самару в порядок. Тем более, что на это выделены рекордные средства из федерального бюджета, подчеркнул Дмитрий Азаров. Подробнее в нашем сюжете. Заметные и значимые для самарцев именно таких изменений ожидают в следующем году от городских чиновников. Глава региона Дмитрий Азаров на первом совещании в мэрии обозначил основные задачи для развития города и области. Тем более, что у Самары новый руководитель, при том человек, хорошо знакомый с проблемами муниципалитета. От Елены Лапушкиной ждут принятия взвешенных и проработанных решений и их своевременного исполнения. И совершенно очевидно, что эти решения, они должны быть хорошо проработаны, должны быть эффективны, должны всегда опираться на интересы городского сообщества, столицы региона в целом. И, конечно же, приниматься и в интересах развития региона в целом, и с учетом государственных интересов страны. В следующем году самарским чиновникам нужно мобилизоваться и сплотиться. В ближайшее время нужно разработать модели упрощенного ведения бизнеса, чтобы сократить процедуры и сроки оформления документов. Предстоит усилить борьбу с коррупцией, активнее проводить благоустройство и вовремя завершить строительство всех объектов в чемпионату. Тем более, что на это выделены беспрецедентные деньги из федерального и регионального бюджетов, подчеркнул Дмитрий Азаров. Всем чиновникам необходимо оперативно и ответственно реагировать на обращения горожан. Глава региона призвал работать в команде, трудиться ради результата по 16 часов в сутки. Тем, кто не хочет менять свой стиль работы, рекомендовали поменять саму работу. Главам районов поручили составить карты проблемных точек, устранять которые начнут уже с начала января. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Пополнение в бронзовом семействе Самары. Сегодня в городе открыта скульптурная композиция «Самарский пивовар». Место для нее отведено, понятное дело, историческое, на дне. Точка, хорошо известная в городе. А в год чемпионата мира по футболу станет еще и туристическим брендом. Самарского пивовара одним из первых увидел Олег Зверев. В их компании прибыла бравый солдат-швейк, дама с ракеткой, милиционер дядя Степа, а теперь еще и самарский пивовар. На месте, которое уже стало культовым для жителей и гостей города, открыта новая скульптурная композиция. Ее так назвали на дне. По замыслу автора образ собирательный. В нем и традиции Самарского завода, и его современность. Образ создавался именно, я хотел создать именно самарского пивника. Ну, где-то ближе к фон Лакана. Бронзовая пивная кружка с краном. Вместе с пивоваром 470 килограммов. Знак качества, который никогда не подводил Самару, получил визуальное продолжение. В советские времена здесь было не пробиться. Стихийная очередь стояла практически всегда. Сегодня все цивилизовано. Открыт новый бар, реализация пенного напитка налажена. Хороший пример ведения бизнеса, бережного отношения к традициям, к истории родного города. Пивзавод должен стать одним из туристических брендов, что особенно актуально в год чемпионата мира по футболу. Наверняка среди болельщиков немало любителей посидеть с кружечкой в баре. А скульптура пивовара уже с момента открытия стала народной. Не исключено, что со временем здесь отполируют какие-то детали. Ну, я думаю, люди будут тереть разные части этого памятника. Кто раков, кто голубок, кто живот, кто кружку. И уже в первый день виды бронзового пивовара разошлись по интернету в виде множества селфи, которые сделали местные жители. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Квартира. Лучший новогодний подарок. 14 детей-сирот получили сегодня ключи от собственных домов. В Кировском районе организовали настоящий праздник. С новоселами встретилась Мариана Мирная. Первые в дом по традиции запускают кошку. Оксана Абросимова 12 лет ждала положенную по закону жилплощадь. За эти годы успела обзавестись семьей и детьми. И вот настоящий новогодний подарок. Нам позвонили 25-го, когда где-то ближе к обеду сказали, что завтра приезжайте в квартиру смотреть. Я спросу и не поняла, потому что я после смены была, после ночной. Наверное, сначала детскую будем привозить мебель. Потому что нам крестно подарит двухъярусную кроватку детям. За 2017 год больше 190 детей-сирот получили жилплощадь. Федеральным средством были добавлены и городские деньги – 60 миллионов рублей. 39 однокомнатных квартир в этом доме на Майской-1 очень быстро обрастут мебелью и шторами. Сегодня ключи получили 14 новоселов. Им будет оказана всяческая поддержка на первых порах самостоятельной жизни. Мы с какими проблемами сталкиваемся? Дети заселяются за квартирные платья. Ну не привыкли. Ну жили в детском доме, допустим, на всем готовом. Но их надо понять. Многие из ребят учатся, работают, подрабатывают. Ведь иногда складывается впечатление, что дети-сироты там – это очень хорошие ребята. Удобная планировка, большая кухня, мечта хозяек. Все квартиры для детей-сирот сдаются в чистовой отделке. Первые пять лет квадратные метры считаются государственными. Но если в течение всего этого времени желез будет исправно оплачивать счета, недвижимость перейдет в его собственность. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Полицейский Дед Мороз. Детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, с Новым Годом поздравили бойцы Российской национальной гвардии. Ребята поделились самыми сокровенными мечтами. А взрослые смогли их исполнить. Наш журналист Даниил Лучко своими глазами увидел, как желания исполняются. 13-летний Никита Калюжный в приюте недавно, с летом. Сейчас готовятся документы на его усыновление. Возможно, в следующем году у мальчика сбудется самая заветная мечта. И он обретет семью. А пока загадал получить машину на радиоуправлении. Надо сначала руку божать. Поздравляйте с Новым Годом. Держите свое пожелание. Дети ждут нас. Дети участвуют в этой акции «Елка желаний». На протяжении длительного времени они заполняют специальные купоны, в которых пишут все самые сокровенные желания по поводу подарков, которые хотели получить на Новый Год. Мы тоже, естественно, готовимся должным образом к этому. Сотрудники полиции, сотрудники Российской национальной гвардии делают все для того, чтобы дети получили своевременные подарки к новогодним праздникам. В приюте «Ровесник» содержатся дети и подростки от 3 до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Все они остались без родителей. И пока их мечты воплощают в жизнь другие люди. Настольный хоккей, кукла и блютуз-колонка. Каждый получил именно то, что хотел. Но есть желание, исполнить которые не в силах даже взрослые. В преддверии Нового Года каждый из наших детей остро чувствует отсутствие семьи. И у нас есть дети, которые даже желают у Деда Мороза пожелания своих, пишут, что просят, чтобы был папа и мама. Приют сотрудничает с Росгвардией много лет. Гости навещают воспитанников не только в Новый Год. Приходят и на другие праздники. Работники центра говорят, отзывчивых людей, готовых дарить счастье детям, с каждым годом все больше. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События. К Новому Году новые деньги. В самарских банкоматах появились новые купюры. 200 и 2000 рублей. Подробнее об этом расскажет Олеся Корецкая. Новости экономики продолжит эфир. Здравствуйте. Нефть немного сбавила в цене. За один баррель дают 65 долларов 96 центов. Курс валют на 29 декабря. Доллар 57 рублей 62 копейки. Евро 68 рублей 78 копеек. Золото стоит 2374 рубля. Серебро 29 рублей 88 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 95 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 50 копеек. Состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на 1 триллион долларов. В этом году они постарались как никогда. Это в прошлом набрали всего 237 миллиардов долларов. Вернемся к нашим реалиям. Несмотря на заверения экспертов Центробанка, что цены в России выросли всего на 1%, другие специалисты отмечают, что товары прибавили в стоимости минимум 3%. Рекорд поставила Оренбургская область. Там цены повысились на 23,4%. Тем временем самарские банкоматы загрузили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Они отличаются от привычных всем купюр. У них другой дизайн, больше похожий на европейский. До конца первого полугодия купюра появится во всех регионах страны. На этом все. И пусть дела идут гору. 30 лет на подземной магистрали города. Сотрудники Самарского метрополитена отметили юбилей предприятия. Торжественное собрание состоялось в Дворце культуры железнодорожников. Лучшим сотрудникам вручили городские и областные награды. Первый поезд метро в Самаре отправился в путь в декабре 1987 года. Тогда было всего 4 станции на рабочей безымянке, а вагоны редко заполнялись наполовину. Сегодня Самарский метрополитен уже 10 станций. Метро стало неотъемлемой частью транспортной системы города. За 30 лет метрополитен обеспечил более 600 миллионов поездок. В планах по развитию связать новой веткой центр города с отдаленными районами. Очень много жителей Самары, которые живут в городе Самара, в котором существует метрополитен определенный степень, а некоторые им никогда не пользовались. Или пользовались очень редко. Потому что вот все-таки та линия метрополитена, которая проходит, она не охватывает значительную часть горожан, которым было бы удобно пользоваться метрополитеном. Добрые новости в жизни и на экране. Более 600 работ заявлено на участие в конкурсе социальной рекламы и общественных инициатив, который проводит региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с областным правительством и Самарским отделением Союза журналистов России. На заседание Общественного совета партийного проекта обсуждали вопросы организации работы, комиссии по подведению итогов конкурса. Оцениваться будут работы в таких номинациях, как лучшие видео и аудиоролик, сюжет на телевидении и радио, публикация в печатных СМИ и интернете. Впервые конкурс «Добрые новости» состоялся в 2012 году. По мнению организаторов, за годы его проведения качество материалов заметно улучшилось. Часть работ будут выставлены в виде стендов на форуме социальных проектов, который пройдет в Самарской области в феврале. Когда мы подводили итоги, пригласили интересных, как сейчас модно говорить, федеральных спикеров, и они тоже приехали, они удивились, с одной стороны, тому уровню профессионального работы, а с другой стороны, искренности, с какой многие наши участники вышли на этот конкурс. Далее, коротко о других темах дня. Директору РКЦ «Прогресс» Александру Кириллину объявили выговор из-за неудачного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б». Напомним, во время полета с ракетой прервалась связь, а спутник, который «Союз» должен был вывести на орбиту, рухнул в океан. В «Роскосмосе» это объяснили несовершенством программного обеспечения системы управления. Виновными называют должностные лица предприятий-разработчиков, отвечающих за создание космического комплекса и его составных частей. Хотел заступиться за родственницу и был убит. Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Фадеева во время конфликта один из участников получил ножевое ранение. Правоохранителя обнаружили в одной из комнат окровавленный труп мужчины, а рядом заплаканную женщину и ее пьяного сожителя. Выяснилось, что женщина попросила родственника приехать и заступиться за нее перед мужем. Заступничество закончилось трагедией. Двое самарцев 25 и 53 лет подозреваются в мошенничестве. Злоумышленники звонили в разные регионы страны и представлялись сотрудниками силовых структур. Сообщали гражданам, что их родственник совершил преступление, находится в отделении. Чтобы не возбуждать уголовное дело, требовали перевести на их банковские карты деньги. Таким образом, они заработали более 150 тысяч рублей. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. Из-за новогодних праздников изменились сроки получения социальных выплат. Почта России приступит к выплатам с 3 января. Вместе с пенсиями в эти дни будут произведены выплаты ветеранам, реабилитированным, выплаты за проезд пенсионерам, компенсации расходов на оплату жилья. Гражданам, получающим соцвыплаты через кредитные учреждения, зачисления на счета произведут после 12 января. Жителям Самары в январе снова придут квитанции за отопление за декабрь. Продублируют квитанции для тех, кто не оплатил тепло авансом. Уведомления о том, что заплатить за отопление можно досрочно, уже направили жителям Самары, Тольятти и Новокубышевска. Предложением воспользовались несколько тысяч горожан. Человек, стоявший у стоков Грушинского фестиваля и вице-президент городского молодежного клуба ГМК-62. В Самаре состоялся вечер памяти Артура Щербака. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В здании публичной библиотеки собрались его друзья, знакомые и родственники. Артур Щербак много лет работал в областном управлении культуры. Благодаря его личному участию в Куйбышеве появился всемирно известный бренд фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, а также конкурс пианистов имени Дмитрия Кобалевского. Он был лично знаком с Владимиром Высоцким и одним из организаторов его концерта в Куйбышеве. Городской молодежный клуб стал первым подобным объединением в стране. В День памяти звучали воспоминания единомышленников, многие из которых были членами ГМК-62. Артур очень ярким человеком был. И грустно говорить о нем в прошедшем времени. Говорить о Артуре как о личности, ну, много можно. Сила Артура была в его интеллекте, в его культуре. Но самое главное, у него были очень мощные тылы. Деды Морозы в предновогоднюю неделю появляются в самых неожиданных местах. Наш спортивный журналист Сергей Кизоркин увидел целую команду сказочных героев на футбольном поле базы «Крыльев Советов». Чем они там занимались, смотрите в следующем сюжете. Перед игрой команда Дедов Морозов вспоминает такой же матч в прошлом декабре. Тогда команду самарских паралимпийцев «Крылья мечты» они победили со счетом 3-1. И сегодня деды, а в прошлом игроки «Крыльев Советов» сдаваться без бой не намерены, хотя готовы подарить молодым футболистам спортивный праздник. С удовольствием участвую в таких мероприятиях. Дети, тем более дети с какими-то ограничениями, это вообще для них радость. Просто доставить детям удовольствие. Я очень рад, что поучаствовал в прошлом году и что в этом году пригласили. «Крылья мечты» команда паралимпийцев. Футбол играют глухонемые спортсмены и с диагнозом ДЦП. Три раза в неделю уже пять лет. Для них игра – это настоящая жизнь. А предновогодние матчи с ветеранами «Крыльев Советов» в подарок судьбы. Не всем любителям футбола выпадает такая честь. «Эмоции были повышенные, новогодние. Команда у меня хорошая, мальчики особенно перспективные. Уже четыре человека участвовали на первенстве мира в Таиланде по футжалу и заняли третье место». Матч проходил в сказочном формате. 40 юных футболистов против 20 Дедов Морозов. В остальном правила футбола соблюдались, как на чемпионате мира. «Судить будем честно, по правилам. Вообще это способствует популяризации и развитию футбола. Это здорово, что футбольный клуб делает такие мероприятия. Я надеюсь, что Федерация футбола в течение года тоже самое будет делать, потому что это социальный проект. Это важно для нас». Матч получился по-футбольному красивым. Паралимпийцы удивили ветеранов слаженной игрой и меткими ударами по воротам. И если бы не экс-голкипер Крыльев Советов Виктор Гаусс, то счет был бы в пользу Крыльев Мечты. Однако на этот раз победила дружба. 3-3. Деды Морозы на прощание подарили молодым футболистам еще и конфеты с сувенирами с символикой Самары города-организатора чемпионата мира по футболу. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Хоккеисты ЦСКА ВС перед Новым годом остались без капитана. А Российский футбольный союз объявил дату четвертьфинала Кубка России. А еще Сергей Кизоркин знает, какой новый вид спорта появится в Самарской области в новом году. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Новый вид спорта появится в Самаре в новом году. Российский футбольный союз объявил дату 1-4 финала Кубка России. Повышение по службе. Капитан ЦСКА ВВС из высшей хоккейной лиги перешел в адмирал КХЛ. В составе хоккейного клуба ЦСКА ВВС произошло изменение. Команду покинул капитан Денис Ковалев. В первой половине этого сезона 23-летний нападающий сыграл за военных летчиков 27 матчей. Забросил 6 шайб и сделал 3 голевые передачи. В итоге заработал 9 очков. Новым клубом Дениса Ковалева стал адмирал из Владивостока, который выступает в чемпионате континентальной хоккейной лиги. РФС утвердил дату проведения матчей 1-4 финала Кубка России по футболу. Самарские крылья советов из футбольной национальной лиги сыграют с московским Спартаком из премьер-лиги. 28 февраля на Металлурге. Финальный матч турнира состоится 9 мая на стадионе Волгоград-арена. Новый вид спорта стартует в новом году в Самарской области. Эстетическая гимнастика получила грант президент России. 75 тренеров, учителей физкультуры, педагогов дополнительного образования, инструкторов по физкультуре детских садов, сел и малых городов Самарской области пройдут повышение квалификации. Пилотные районы получат 5 спортзалов в школах или фоках. По итогам реализации проекта будет проведен областной семинар с привлечением тренеров, ведущих команд России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на Новый год. 31 декабря нас ожидают мокрый снег и до минус 10 ночью. Осадки будут идти до 2 января. Кроме того, гидромедцентр обещает жителям региона Морось. Температура днем будет колебаться от 3 до минус 5. В новогоднюю ночь похолодает до комфортных минус 10. Напоминаю, что в новогодние праздники в Самаре круглосуточно будут дежурить коммунальные службы. На время каникул сформируют аварийные бригады по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и других отраслей, которые в случае непредвиденных ситуаций будут решать вопросы в экстренном порядке. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 15 миллионов просмотров на Ютубе. Читайте нас в Твиттере, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!